привет выползла с работы села в машину вот так вот ножки сложила одну к одной не так как они должны стоять вот так и сижу наслаждаюсь уже наверное минут десять ноги отваливаются руки отваливаются сегодня конечно поменьше было нам бы день простоять насчет завтрашнего дня часть людей завтра обратно поедет с дачи в город еще больше ущерб я не работаю в понедельник потому что в понедельник вообще все остальные все кто не поехал уже будет поезжать поезжать выезжать в понедельник в голове пусто хочется принять горизонтальное положение вот прям здесь и сейчас это горизонтальное положение принять аж звенит все в голове губоски пока здесь сидела такая птичка красивая прилетела а вот такая маленькая какая-то такая толстенькая такая кругленькая какая-то сон таким оранжевым этим манишечкой посмотрела на меня не успела не успела снять хороших и мне такое выражение лица наверно так можно вот такой хитрый хитрый такой улыбающийся улыбающийся не знаю как выглядит этот птич не знаю как это называется очень красивенькая оранжевый насыщенный вот как у меня вот этот цвет насыщенный с добрым утром меня и вам хорошего дня стихами заговорила я вот о чем думаю мысли вслух надо наверно завести себе такой плейлист где мысли свои выпускать вслух и вот сейчас закрываю значит двери стоит пытаясь воткнуть ключ в этот самый и думаю блин как же я устала то есть я проснулась я уже уставшая а еще работы и вот меня ну как бы это дольше рассказывать и вот эти мысли метают мечутся по голове и мне приходит на ум вот этот стишок на ходу он одел сковороду ну то есть как бы собирался этот самый ухоженный не ухоженный вы помните этот детский стиль и вот мне сейчас полвека перевалило я вдруг подумала на ходу одел сковороду то есть я всю жизнь считала что он такой рассеянный с улицы бассейна и ну что-то схватил и побежал а только сегодня утром до меня дошло что он на ходу отдел сковороду если он на ходу значит он спешит правильно если он спешит значит он ее быстро одел на голову эту сковороду правильно а теперь представьте вот вы берете сковороду тогда не было этих худеньких тоненьких алюминиевых или тефалевых сковородок и он вот эту чугунную сковороду со всей дури одевает себе на голову все представляете я вот что-то как-то так меня сразу так сразу и проснулась как-то даже моментально проснулась блин это же действительно это же он так сшарахнулся по голове вот ну вот так по сути дела стихи что давно писали правильно да у бедный этот человек вот такие у меня эти самые мысли с утра на работу едучи на сегодня пасхальное утро я так не знаю может народ сегодня основная масса попрет город может завтра но как бы не думается что два дня будут ехать ну пусть два дня едут ой 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 а там еще одна третья у дима я сделай Надо же, прям три косоли Наверно Наверно, ходили покушать тюльпанчиков На пасхальный завтрак Обалдеть Это, наверное, те самые, которые я раньше встречала Потому что одна была уже внизу, вторая дорогу перебегала А третья как раз наверху стояла Прям зоопарк Сегодня утром еще была очень забавная сценка Утро проснулось, конечно Что первым делом? Покушать котиком Ну, значит, Фокси бежит впереди меня, а тюфсика нету Но я ему наложила в миску и наложила в миску у тюфсика Думаю, Фокси все равно не съест это все А тюфса придет, ему будет это самое, завтрак Ну и пока там собиралась, пока мушкалась Пришел, значит, этот самый тюфсик Кушт попросил Я возвращаюсь на кухню Возвращаюсь, значит, на кухню И оба сидят Фокси и тюфса И у Фоксика такие глазки Я такой голодный Я не завтракал И вот у нас вот искреннейшие глаза Вот такой, что Ну я же не кушала, нет? Нет? Ты же в тарелку ничего не положила, нет? А почему секунду в тарелку это не считается? И он сидел такой Слушайте, это надо вот снимать Потому что выражение мордахи у этой рыжей Наглой Пушистой Нет, я же не кушал Нет, я вообще ничего не кушал Нет, я очень голодный Я наложила опять папайки Думаю, ладно, я все где буду долго на работе У нас, конечно, там суппай стоит Но они иногда его едят Иногда не едят Сидят два кота Ждут И один из них только что поем Ну я не знаю Ну может минут 10 Ну 15 Ну максимум Сидит Ждет пайку Самым искренним выражением морды Ждут Слыс Сидит Здесь Сидит 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 «Д almost 40 - splurpiece с AT6 С Продолжение следует... Продолжение следует... Вот берем такое яйцо или вот такое большое яйцо. Огромная форма. Сюда можно насыпать всякого смогота. А смогот это маленькие такие вот конфетки на россыпь, которые можно нагрести сколько хочешь. Есть шоколадные вышки. Что-то пользуется большим спросом, пустота. Что-то меньшим. Ну, в общем, есть что попробовать. Это всё можно сложить сначала в пакетик. Вот такое вот. И потом положить в этот самый в яйцо. И вот вам пасхальный подарочек. Кукусики. Наконец-то я выбралась из этого пасхального... Вроде как нельзя сказать ада. Ну, блин, ну столько народу, это просто капец как-то. Ой, зашла в магазин, купила моим пупсиком пожарямочкать. Пупсиком моим. Моим чёфсиком, моему маленькому чёфсику. И шоксику. Ну, чё, мой золотой чёфсик. Чё, купила мороженое себе. Ой, присела и всё, уже двигаться не хочется вообще. Вообще двигаться не хочется. Прям с самого утра прям. Один-два, один-два, один-два. О, короче. Короче, дело к ночи. Поехала я домой. По дороге съем мороженое. А, забыла рассказать. Выхожу уже, напоследок выкинула мусор. Выхожу, значит, скинула там этот огромный мешок с этим мусором. И смотрю, значит, молодой человек с собачкой. А собачка, я не знаю, ну, как-то она смахивает на... То ли этот бультерьер, то ли мастиф, то ли... Ну, что-то такое ближе к бультерьеру, но немножко другая мордашка. Или став в какой-нибудь. И я на него посмотрела. И он... Или она, не знаю. Так, говорю... И ко мне, и ко мне так... И я так встала, и уйдите, мой желатой. Она такая, уйдите, и прям рвется ко мне. Я говорю, подойти можно? Говорит, ну да. Подошла. Боже мой, столько счастья в организме. Я давно так... Меня так давно не любили, меня так давно не ждали. И прям... И я наклонилась пониже, чтобы ее это самое... Она встала мне на коленке. Ну, такая небольшая, невысокая в холке собака. И она встала. О, боже мой! Облизала мне все лицо. И шею, и руки. И думала, боже мой, вот это самый лучший подарок мне на Пасху норвежскую. Прям вот столько счастья. Боже мой! Думаю, а вообще прям... Ну и твердую мою... Прямо... Да. Вспомнила моих собачек. Вчера он очень приятно. Очень приятно. Прямо прям такой подарочек. Такое мороженое какое-то. Давно не покупала его. Белый шоколад. И юрбарь. А юрбарь это у нас... Кобника. Юрбарь. Вот так вот, если перевести дословно, то юрь это будет земля, а барь ягода. То есть земляная ягода. Клубника. Земляника. Ну такой своеобразный урок норвежского языка. А само мороженое называется ИС. Но ИС может быть еще как обычный лед. Или ИС. Как мороженое. Что-то это самое едок начало ржать. Муж сегодня работает. Я сегодня работаю. Но я сегодня работаю в первой смене. Но он работает вечером. Сегодня выходной день. Завтра он работает. Завтра я выходная. Вчера я работала. Позавчера я работала. А он пятницу, субботу был дома. Да. В общем, ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на море, я на суше. Мы не встретимся никак. Как-то у нас так. Почти стих. Говорит, стих. Говорит, какой стих? Стих. Это глагол. Вон у нас даже флаг висит. Так вот. На Пасху. На большие праздники. Флаг вешается. Только что с мужем разминулись. Он на работу, я с работы. Ручкой друг другу сделали. И разъехались. Все же танк прикал съему на запад. Я и в другую сторону. У меня не жизнь, а просто песня. Одна большая сплошная песня. Последователи моего движения. Да? Бегут, бегут. То мало ли, вдруг куда-нибудь смоюсь опять. Да, Фоксик? Фокси в засаде. Да? И Тёфсик вон тоже в засаде. А я за веточками. За котиками. Ты опять ползёшь здесь? Ты опять здесь ползёшь? Опять мне тебя снимать надо будет, да? Ого, Белочка. Рыжая побежала. Сколола с хвостатой. Кому-то не повезло. Машинку увозит этот самый. Ну и куда ты лезешь? Видишь, тут у нас машины за машинами. Мау. Мау. А Фоксик куда-то смылся. Да? Да? Мой лев. На фоне одни котики, на фоне других котиков. Кан�. Мау. Субтитры сделал DimaTorzok